Ну что, друзья, Гарик, прораб, расскажет нам о том, как праздник Thanksgiving пошел в его американскую жизнь. Ты в каком году приехал-то? Ну вот, в этом году будет 20 лет. Все, всего? Ну как, всего. А я думал, вы дольше тут. У нас все относительно. Относительно тебя меньше, относительно кого-то. Ну, 20 лет назад приехал ты из Москвы, строил коммунизм, райкомы. Строил коммунизм, райкомы, школы, Бельгинский садик, ЖМТ. Я отработал на стройках московских 11 лет. Это без Якутии там? Да. Да, я год в Якутии. Хорошо. Ну вот, давай про праздник Thanksgiving в Америке. Вот приехали мы в Америку и познакомили нас с традицией отмечать Thanksgiving. Так. Объяснили, что это такое, как это было важно для первых американцев. Мы так возбудились. Оказывается, значит, прилетели дикие турки, спасли бедных... Индюшки. Индюшки турки, да? Да, тюрки, да. Да. Спасли бедных пионеров. Я, кстати, и узнал, что слово пионер, оказывается, пришло в Россию из Америки. Я уже вот сколько лет был пионером. Первопроходцы, да. Да, и не знал, оказывается. Мы уже не говорили, что это первопроходцы американцы. Оказывается, это просто советский пионер. Так вот, короче, обратно к туркам. А разговаривайте с вами. Оказывается, значит, это традиция, благодарение Богу, что не умерли с голоду, что, значит, спасибо Господу, что сохранил нам жизнь. И вот мы так воспылали любовь к этому празднику первые несколько лет. Покупали турку, готовили, а турка специфическое блюдо, его нужно там тушить несколько часов. Потом покупали картошку, делали картофельное пюре, покупали клюкву, делали клюквенный морс соус, и все было классно. Потом потихонечку, немножко как бы отступили назад, стали готовить курочку, потому что это быстрее и более нам знакомо. Вместо соуса стали делать не соус, а молиевочку. И так потихонечку осталась только одна традиция. Собираться в компании хороших друзей, приносить какую-то еду вкусную и отмечать, и благодарить Богу. Так вот, тенденция благодарить Бога, она осталась. Курочка сменилась, наоборот, турка сменилась на курочку, а благодарность осталась благодарностью. И перешла на более частую основу. Да, и я, в общем-то, считаю, что это действительно спасибо, что я оказался в такой стране, где можно спокойно ходить по улицам, где можно получать честно заработанный первый чек, не опасаться полицейских, и, в общем-то, если ты никого не обижаешь, ничего не нарушаешь, то тебе полицейский, в принципе, никому в жизни не подойдет. То есть ты его не нужен, и он тебе не нужен. Ну, или сказать, здравствуйте, сэр, как поживаете? Да, ну, только. Я, например, совсем недавно ехал на машине, и прорвало колесо. И еду, слышу, шуршит, колесо как бы стукает. И смотрю, справа с стороны находится пожарная станция. И я туда завернул, думаю, сейчас заеду туда, и поменяю колесо. Заехал, сижу, думаю, где же у меня домкрат, где же у меня запаска. И в это время ко мне подходят два красивых статных пожарника. Это была пожарная станция, не полицейская. И говорят, сэр, мы видим, у тебя колесо испущено, сломано. Мы видим, что оно порвалось. Давай мы тебе его заменим сами, поможем тебе. Ты, мол, а я такой интеллигент, седоватый, думаю, они такие молодые, красавцы, 25-летие. Я так, ну хорошо, помогите мне, ребята. Они открывают багажник, достают домкрат, меняют мне колесо. И свой был багажник. Да, в это время пошел дождь. Они, значит, накинули свои капюшоны и стоят, меняют мне колесо. Так. Потом говорят, слушай, а у тебя, говорит, колесо, которое у тебя лежит в запаске, оно спущенное. Давай-ка вот ты сейчас метров 15-20 поезжай за ворота, и мы тебе его подкачаем. Я сел за руль, подкатил туда, они встали, подкачали мне колесо, пожелали мне удачного пути, и я поехал. Еду и думаю, спасибо Господу Богу, что в Америке пожарные взяли, помогли мне, пожилому человеку, можно так сказать, седоватому, поменять колесо. Вот где так в России, где так может быть? Ну, может быть, знаешь что, может, при коммунистах не было, может, у них сейчас так. Я не думаю, сколько я смотрю российские фильмы, и мне друзья звонят. Ну, по фильмам мы не будем судить, наши зрители, Гарик, наши зрители нам расскажут, как им пожарники и милиция помогают, если случилась какая беда. Да, вот такая история на Сенс Гивинг. Спасибо, что такая спокойная, красивая страна.